Уважаемый Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, почему для того, чтобы управлять локомотивом, нужно профильное образование, а для того, чтобы принимать законы, такой необходимости нет? У нас зачастую у законотворцев нет даже основ юридической грамотности. Иногда для того, чтобы попасть в Государственную Думу, достаточно просто выиграть Олимпиаду. Почему у нас в Государственной Думе актеры, музыканты, спортсмены? Нет, я понимаю, конечно, что актерам без разницы, кого играть, авочку из универа или депутаты Государственной Думы. Но в результате мы имеем законы, от которых народ, мягко говоря, страдает. Ну, взять, к примеру, пресловутый закон о судебных приставах, который позволяет им списывать деньги со счетов граждан. Я, например, не могу спокойно выехать за границу, потому что я не знаю, смогу ли я вернуться обратно. Ведь приставы могут списать деньги абсолютно в любой момент. И я, например, выехал за границу, они у меня списали деньги, у меня элементарно нет денег, чтобы купить билет обратно. Ну, ладно я уж, я-то как-нибудь доберусь. Но эти деньги списывали практически любые, то есть материнские, инвалидные. Да люди на похороны все элементарно откладывали, а человек умереть не может, потому что ему с приставами судиться надо. А с приставами судиться приходится, потому что не всегда даже списывают твои долги, просто потому что у тебя есть какой-то полный тезка, у которой время фамилиотчество и дата рождения совпадают. И эти деньги списывают с тебя, и ты потом обязан доказывать, что ты не баран. Хорошо, вы мне скажете, все можно исправить. Да, действительно, можно, и этот закон подправили, но это похоже на ситуацию, когда машинист локомотива парочку локомотивов с людьми уже размотал. И говорит, ну, ребят, не волнуйтесь, как бы все поправимо, следующие локомотивы обязательно доедут. Но этих-то людей уже никто не вернет, и куда доедут, и доедут ли вообще следующие локомотивы, абсолютно неизвестно. Поэтому, может быть, стоит ввести какой-то образовательный ценз, чтобы законы принимали люди, которые хоть немножечко в этом разбираются. Или, если таких людей сложно найти, может быть, пора поменять саму систему немножко? Ведь давайте вспомним, как складывалась система. Раньше невозможно было опросить всех людей по всем вопросам, и поэтому избирали представителей, которые как раз и представляли определенную группу людей, интересы определенной группы. Но сейчас, сейчас век интернета, опросить всех можно. Почему, заходя в социальную сеть, я могу проголосовать за любимого исполнителя, а за тот или иной закон – нет? Вы скажете, ну, невозможно, значит, идентифицировать человека. Хорошо, ну, давайте обратимся к банковской сфере. Почему-то в банковской сфере такая возможность есть. Мне для того, чтобы управлять своими деньгами, не нужно идти в банк, и не нужно отправлять туда своего представителя. Я могу это сделать прямо из дома, с помощью интернет-банкинга или того же банкомата. Ну, блин, не доверяйте вы интернету, поставьте в областных администрациях терминалы, чтобы я мог подойти, приложить руку к сканеру и проголосовать за тот или иной закон. Тогда и динфицировать можно, и человек напрямую свою волю изъявит, и зафиксировать все это можно на видео, чтобы все было подконтрольным. Может быть, стоит сделать так? Вы скажете, ну, вы тоже можете совершать ошибки, можете принимать неправильные решения. Да, могу, но я хочу сам делать эти ошибки. Я не хочу, чтобы за меня эти ошибки делали Кобзоны, Валуевы, Носовы. Я хочу, чтобы у меня у самого было такое право. Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, когда у нас законы начнут принимать либо доверенные лица от народа, которые действительно способны в этом разобраться, а не все подряд? Потому что вы сами посмотрите, кто у нас попадает в Государственную Думу. Как правило, это люди, не обязательно с юридическим образованием, хотя оно должно быть, вы имеете дело с законами. Как правило, это люди, которые, мягко говоря, не бедные. А скажите мне, ну, как может человек, который заезжает там на том же, я не знаю, Porsche Cayenne, решать, как жить тем, кто ездит на троллейбусе? Ну, это же бред. Да бред даже иногда в самом законотворчестве проявляется, когда депутаты Государственной Думы решают, а понизить ли зарплату депутатов Государственной Думы. Ну, это ситуация мышь против сыра. Вам так не кажется? Вот, может быть, стоит задуматься над тем, кто попадает в Государственную Думу, ввести какой-то ценз, хотя бы даже образовательный. Либо предоставить людям напрямую, а не через посредников, влиять на законотворчество. Для того, чтобы я лично, я лично мог как-то проголосовать за тот или иной закон. Вадимир Владимирович, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. И еще я бы хотел обратиться к народу. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, для того, чтобы я знал, что я в этом вопросе не один. Спасибо всем огромное за внимание, всем удачи, пока!